всем привет алексей халецкий in the house а это значит что же уже киев всем привет продолжаем продолжаю комментировать мою давнишнюю фа фа игру четырехлетней давности я походу уже поменял я думал отказался ты нажал я уже кинул аре предложение если вы не видели первую серию то лучше перейти к ним в средь самого начала ну а спонсоры всей серии видят сразу вкладке сообщества подумал ты ни в какую посмеялся с моего предложения карфаген вроде как полуфинал турнира но это не точно мои зрители сказали чем крошата коляска у нее пробег большой эти тут иногда останавливать и у тебя очень мудрые зрители видишь вообще удивительно найти себя еще на фоне слышать сам собой еще разговаривать там что-то отвечаю говорю не крашена не бита следующим ходом давай я тебе кину подожди так занимаюсь в общем-то открытие территории и развитием своих городов уже четыре города стоит я вот тут ставит на это сам на прям на благовония поставил они все равно ничейные я подумал присвою их себе он нашел бывшие города кельта ну вот фиговый микроконтроля даже сейчас вот вижу например я обработал обработал рыбу в гадосе и даже не посмотрел как там обрабатывается не переключил на рост у меня плюс 13 части то есть расти тут все на я эти вообще не занимаюсь смотрю там рассматриваешь до чем ходом увидишь рассматриваю города кельта бывший знаете вот это ну да задание городов государств конечно важная у трех союзником являюсь плюс я думаю что скорее всего мне надо будет строить ну как я помню как и раньше играл я бы сейчас построил флот для того чтобы дань видеть меня тут много городов рядом находятся морских лигу удалось принимать соглашение это выгодно ты же получаешь плюс два от каждого последнего послушайте ну ты когда сказали на согласию значит прямо скажем соглашение посылаешь постоянно давишь на него просто он думает и я забыл воспринять я говорю следующим ходом приму города и меду не морские в том плане что они на побережье находится и к ним четыре штуки эти четыре штуки и к ним в принципе подплывать и забирать дань по очереди ко всем четырем это лягу приличные деньги не хочешь не появилось желание то не дает то и посольство да понятно но не знаю что ты чем-нибудь это еще подкрепишь я соглашусь боевать мы тоже никак с тобой не можем находиться черте иди поэтому оборон я уже давно подкрепил не особо не давно подкрепил тебе и роскоши и прочим эти много всего хорошего делал ты мне ничего карфаген 24 уже нехило я просто не помню что в моем посольстве тебе нужно тут реально не на что смотреть хочу шпионок тебе посадить так уж ты и так видишь город ну пока он там откроется я вижу точку только вот отправишь к шпиону посадить отправляю пока он там сядет свою пятую точку устаканит ну то есть когда шпион садится в радиусе города показывает какие там клетка а так посольством оно сразу и откроется где я не знаю честно гречу я до этого посольства действительно уже там было задание у города государства найти голландию так я и так нашел человек этому посольству привязался действительно мечет не очень сейчас понятно да слушайте хорошего ведь я уже пятый город пошел ставить за традицию в принципе вот этот около фудзи ничего такой очень ничего туда он даже лучше я бы так сказал чем мои города которую там у меня стоит если там горы нету то есть не получится обсерваторию на плюс 50 так у меня и так только два города с обсерваториями это не самые научные ну и опять же повторю не занимаюсь выращиванием городов очень зря так компас это в принципе можно начинать глясы делать а я софия оракула мавзолею гелик ну народ так чудеса строит нормальненько нормальненько ну правда я у меня петра колосс это тоже очень неплохо это плюс два дополнительных караваны с моими морскими морскими городами это очень круто так квадриремы сделал великий писатель появился буду использовать в конце золотого века то есть писателя в 5 циве вы можете либо сделать шедевр для этого надо построить здание амфитеатр по моему либо ну грубо говоря сжечь это самом деле он как бы одномоментно создает количество культуры за последние шесть ходов а так как именно в золотой век больше всего культуры идет то после то после собственно золотого века и надо будет его использовать всем хорошо чтобы было да я кстати по культуре по культуре отстаю от других голландца голландца три четыре пять у карфагена взрывная куча у меня 7 чудес сейчас будет еще 8 альгамбра мунасари удостраивается в карфагене мне 5 смысл что это глаза агрессор ты припыл свои три ремы ко мне ты думаешь я тебя пропущу что ли в свои воды я даже даже общаться на эту тему не хочу с тобой но это потому что в прошлый раз коляски но это вот как бы пример смысл при было приходить но и это кстати значит что у египта есть морские города например в прошлых сериях что sirius прибегал колясками фиг знает откуда то есть я тут даже нет нет смысла обсуждать у меня тут караваны бегают как бы договариваться сириусом о чем-то чтобы у меня потом мог караваны пограбить это вот тут со своим прошлым четырехлетней давности я полностью согласен получается ну блин он уже один раз в течение партии сделал странные вещи у моих границ лучше этого не повторять имха чуть дела так что будем пытаться еще арбалетом его поймать а что что случилось ну меня и плюс еще корабли на что там говорю на тему дурачка включать смысле горел не люблю какая дурачка включает не из того чтобы прямые ответ да нет делать не знаю честно говоря о чем это вообще идет а ты убил лагер да всем мне бегают быстрее точно корабли потому что мореплавание принято а вот кстати великий маяк построил вряд ли его сириус построил вообще не помню чтобы великий маяк кто-то строил ну я не вижу тут у себя я и че я даже не помню построил я в течение игры или нет ну все равно должны у меня по идее на больший клятвич он не сможет убежать своей триремой она умрет но мне это ты просто хочешь мне кинуть вот такое предложение ни о чем не договариваясь ничего хочешь договориться предлагай хочешь оборонку можем что ты не замету мне кажется нету смысла договориться если что ты меньше еду мне надо найти или ничего не надо мне кажется мне надо найти его морской город и уничтожить думаю что хочу увидеть я хочу сначала посмотреть где у тебя город на море стоит ну да ну вот да ну сплаваешь видишь и мне нету смысла мирку что у меня дофига счастье как бы горе сначала вы хочу посмотреть где у тебя город стоит его что увидишь его ты он у тебя на 3 редки видит увидишь мой город он небольшой не нравится что ты в нем строишь трилемы чтобы плавать ко мне откровенно не больше я больше цене строить меня не я считаю надо если есть морские города надо убирать их нету смысла оставлять тем более точно доминирую на море я точно сейчас выхожу уже в каравеллы а вряд ли он пойдет в каравеллы потому что у него есть сухопутные соседи ну то есть я в очень хорошем в очень хорошей ситуации ну и как бы уже перед этим в партии египтянин показал что не особо с ним возможно договариваться поэтому мне кажется ну вот я даже сейчас просто вот сейчас смотрю на партию даже вот если не брать во внимание прошлое какие-то события зачем мне сейчас с ним заключать мир и не сносить ему морской город я хочу доминировать на море то есть у всех остальных нету марта там есть у бывший город майя но он так расположен что он мне никакого интереса не представляет и опасности а тут получается у египта явно город в мою сторону эти он три рема и приплыл довольно шустро и вот это не очень стратегически и сегодня в другую сторону нативно тот в другую сторону континента он был расположен я бы даже так не не напрягался а этот город мне кажется надо убирать я должен тут доминировать пошли все караваны морские это будет тяжело если оставить 1 по промочке населению все всем хана не надо говоришь ну еще не надо говорить мне реально золотой век поэтому ну золотой век дает я забыл в пятой циве сколько то ли 20 процентов плюс ко всему что у вас я не помню напомните заночку кто построил а кто запретный городочек построил тихой сапой а не так уж и тихо сириусе чек это построил то не построить не веру девать некуда вообще некуда там карфаген армию строит а он запретный городочек да почему и башенку пизанскую запретный город счастье дает особенно в оккупированных городах вот он забрал у кельта тусим удали счастье а пизанская башня плюс 25 по моему процентов к появлению великих людей если я ничего не путаю опять же поправляйте меня в комментариях ну это одна и одно из лучших чудес кстати пизанская башня в игре сериус это был мой любимый моя любимая говняная коляска с пробегом с пробегом с пробегом но на самом деле как всегда просто тупо забыл это конечно не дело так терять юнит могла сто раз спастись стояла там несколько ходов я просто ею не ходил так ну это вот уже пошли галеоны которые как минимум 7 фрегатов я могу сделать у меня 77 железа и пойдем плавать а сейчас а привел я веду обратно квадрилемы чтобы апнуть в каравеллу на вернемся не хочешь да меняться что ну счастье а что у тебя тут хлопок а чё ты не правил что у тебя с посольством какие у тебя проблемы уже уже открылась главное даже город уже шпиону то посадил нет он не хочет посольство да у тебя уже какие проблемы упороться когда я прилагал что именно я тебе прилагал посольство тоже отказал почему-то ну я не хотел чтобы ты его видел причем тоже так же был уже открыт печатный пресс я карфаген видел 24 меня уже 25 жителей ну шпион меньше дает клеток нет одинаково по моему нет а ну да шпион меньше о точно новости какие иди кота пожамкой потери бонькой кошка тем более ну да это это не у меня мяукал так на всякий случай шпион дает вокруг просто вот один радиус а посольство 2 2 клетки радиуса вот я вспомнил разницу опять посадил пророка и даже не занимаюсь микроменеджментом карфе посадил пророка в священное место и пофигу обрабатывается это священное место не обрабатывается я смотрю да с микроменеджментом у меня конечно вообще проблемы постоянные и именно поэтому у меня городами самом деле тут должны больше уже города быть давным давно все вообще и как бы таймера у меня хватает выше крыши я не знаю чем я занимаюсь уже использовал писателя видимо прошло шесть ходов золотого века в принципе можно тогда уже следующие ходы вряд ли будет больше а у меня чеченица кстати золотой век долго длится да 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 так зачем я интересно вывел голи голиас вперед непонятно сейчас буду апать пишите меня что там вроде был еще ход или я хочу сначала вылечить 3 рем у меня было сразу апгрейдить тут я оставил потому что следующим ходом как раз могу проапгрейдить в этом году я поставлю город апну там 3 рему в каравеллу и поплыву налево исследовать но мне кажется вот тут воды квадри рема точнее это у меня сейчас да тут куча варвар там еще сверху руинка лежит не собрана и вот человек а те уже легут и тут своим скаутом ну прям все изучить хочу до последней крошки откуда ты его видишь откуда генуя мой союзник откуда посмотрел так научная очереди гу со всеми заключил научный договор как я понял я не помню точно какие правила были в турнире ну по моему наверно по одному договору с каждым только можно было и все хотя фиг дальше будем смотреть в процессе игры потому что это очень крутая способность еще кстати вот фарфоровая башня по моему чудо она будет давать плюс 50 процентов от результата научных договоров как в 5 циве научный договор работает проспонсирует это вообще все деньги даст он дает количество науки каждому участнику через 25 ходов после окончания не знаю что именно за такие странные артефакты были интересно то есть это во время партии время записи такие какие-то странные видео артефакты по моему давал наименьшую сумму науки одному слушайте давайте так вот теперь у меня 100 науки вход у моего партнера по договору научному 150 науки вход так вот так как у меня 100 берется по меньшему по моему сумма науки я вот не помню за все хода договора договора или за последние 10 и каждому вот по этой сумме дает то есть это выгодно просто получать науку с помощью научного договора голиасики деньги есть на апгрейд тем более что я их вернул сняв дань с городов государств я против наземных что я не думаю что у египта будет много морских юнитов если даже что-то будет я их и без прокачки уничтожил против наземных там против пушек против арбалетов и пушек наверно еще не будет против арбалетов надо будет серьезно поучаствовать точно нет у него-то наземная армия явно так у меня на 77 голиасов чтобы их потом спокойно проапгрейдить в фрегаты так научный договор с сиамом я не помню по моему то ли 120 денег то ли 150 стоит голиас во фрегат опнуть то есть мне может я зря дал сейчас сиаму деньги на научный договор я вот думаю тем более шеветивка в каравеллы апгрейджусь мне кажется зря еще с обсерваторию строю там у меня 10 жителей в городе ты не такой же будет прирост прям по науке офигительная голя хотя с другой стороны денег нету на апгрейд голиаса что тут откладывать здесь еще тут строить еще каждый голиас же будет содержание требовать что ладно нормально правильно обсерваторию строим так монумент амбар библиотечку акведук так как это уже пятый город то тут нету бесплатного монумента бесплатного акведука это при закрытии традиции только четырем городам дается у меня уже пять да хорошее место для города мне нравится блин только золото к сожалению в четвертом радиусе далековато то есть долго будет город сам расти пока плен и рыба еще одна в четвертом радиусе слушайте мне надо было на наверное нет наверно все таки нормально я поставил хотя сейчас вот сложно хотел бы еще посмотреть место не очень пока понятно мне кажется можно было сутки получше там поставить так ничего пойдем посмотрим где там морской город египта по очкам впереди сям как видите но у него просто у него просто больше городов просто больше городов меньше всего конечно у голландца он отстает но зато голландец по моему лидер по науке с него с наукой все неплохо у меня восемь у меня восемь счастья зачем мне еще цирк строить вот сейчас я имею ввиду ну театр тоже я был сейчас глядя я бы наверное я бы наверное все таки водяную мельницу но водяная мельница дороговато она по моему два золота содержания требует фига я тут шахту делаю я бы лучше к сагунтуму отправил еще одного романа посмотрите я уже практически все клетки обработал просто уже во всех своих городах у меня практически все уже обработано вот я не вижу в гиперригиусе ниже рыба там есть рыбацкие лодки да есть я вижу там анимация рыбацких лодок сикстинская капелла тоже хорошее чудо может раскроешь нам тайну вот эту акустика и сикстинская капелла почему ты так хотел же час а не сейчас каравеллу египта он тоже поверх не пошел в каравеллы ну у меня то флот побольше что-то меня за план такой план капкан сикстинская капелла плюс 25 процентов науки дает неплохое чудо вот только не помню во всех городах или только в одном городе в котором построена 16 золота дал лагерем так себе так себе там вроде неплохой город то есть он построил еще одну три рему как минимум все в том городе строят чисто морские юниты опять деньги кончились наверное дорога дорога обходится соединяющая 2 империи старый сиам и новый там города интересно кстати я нашел вроде как города майя бывшие и вроде как города кельта где вот оригинальные города сиама просто интересно но тут дружба блин я допер лягу заключился все а я понял он в пагоду просто идет ну как бы сикстинская конечно хороша но он заключил со всеми договора и пагоду сейчас построить ну да видимо ну 50 процентов что-то как-то почему никто не предупредил 50 процентов от научного договора будет тому у кого это чудо есть то есть это выгодно лишь будем заключать мир с баронкой слушай а ты можешь не каждый ход спрашивать ну так ты мне просто раз не ответил же ну и ты сам говоришь вот ты не согласил я конкретно скажу я хочу посмотреть что у тебя там город посмотреть как оно будет вообще не пускаю сейчас город и ты мы заключаем нет а может мне захочется его взять эти то есть как бы ты понимаешь о чем речь оси не захочется ну конечно когда оборонка смысл не воевать там город ни о чем у тебя сразу говорю так может просто мне его отдашь там я его сожгу нет не так городов шесть штук всего лишь вот всего шесть штук у меня 5 их интересно кто у нас длинных мячах в длинных мячах я думаю кстати сиам скорее всего прикольно вот эта тема с каравеллами которые отскакивают очень нравится да тут способность у каравелл у юнита что он отскакивает есть шанс точнее там есть шанс когда атакуют каравеллу что он что она отойдет и не будьте и нанесен урон ну странно вон у меня голиас еще один стоит который я не смогу апнуть этим ходом потому что я дебильно разместил да даже цокнул языком дебильно разместил юниты так он там еще сверху руинка и лагерь воров все тоже денежки надо сходить забрать интересно я вот я бы сейчас играл я бы конечно не пошел первым делом на город египта а вот мимо малаке и рогуса бы заглянул дань собрал интересно как я сейчас поступлю на самом деле то есть по идее они должны оно должно дать дать так у меня 4 еще еще один глядь обмена еще 3 там еще один меня глядь строится но следующим ходом автоматически начнет производиться фрегат смещу 3 фрегата надо построить как минимум сагунтум красивый город хотелось бы чтобы он побыстрее вырос конечно вообще вообще микроменеджментом городов не занимать вот я смотрю сколько я ходов я в города даже не заглядываю знаете как будто там пускай пускай растут хотя время есть вроде это вы просто не видите этого я очень много вам кажется что вот я хожу и сразу следующий ход начинается но я очень много пустых где я ничего не делал где я нажал конец хода и идет таймер я их просто вырезаю чтобы вы это если мне нечего сказать чтобы вы вас но не занимать ваше время и этого действительно здесь много у меня как бы таймера куча вот 33 секунды еще зачем города за заходить смотреть правда ради одного города ты выше ваша фрегата нет только ради твоего одного города больше никого нет на воде но у меня то есть морские ресурсы которые дают мне молоток нет не стоит ради этого выходить правда но я имею ввиду что морской порт можно построить когда есть нафига тебе надо было три ремы ко мне приплывать взял напугал ну здание вот в той же технологии где и фрегат там здание морской порт и она дает по моему один молоток каждому морскому ресурсу но я по ходу все таки прямо плыву городу египта не собирая дали ты это не правильно ну а что а вот что он там типа чем я прям так уж спешить он морских юнитов многое построить не сможет да в одном городе даже если там типа его не возьму но это просто блокада можно города правильно капер строю интересно то есть я не достроив еще фрегат и начинаю капер строить почему да но ведь я тут точно рассчитал сколько мне надо голиасов чтобы было чтобы не тютелька в тютельку хватило проапгрейдить так у меня вот мне не нравится снизу темное пятно что могут варвары появляться на самом деле держу вот ведь у меня юниты в городах стоят потому что при игре через традицию если юнит в городе то он не требует содержания поэтому выгодно я вот не помню кстати дает ли он счастье или нет в городе наверное да сушите забыл совсем уже прибежала египетская колясочка не крашена не бита с пробегом совершенно я стер без лошадей что ты делаешь прекрати что происходит такое цыгане лошадей воруют хочу все знать египетские цыгане между прочим на французском по французски цыгане это египтяне жетан жетан этой египтянин по-французски собственно так цыган тоже называют а сейчас опять золотой замещи какой-то бесконечный золотой век пока идет странно как там подставил может он отвлек отвлекает от своего города чтобы я убил каравеллу ну тяжеловато кстати то есть элефантина пока выглядит как с трех клеток только обстреливается фрегатами посмотрим так все это последний кати фрегат который возможно построить что дадут 60 золото хорошая руинка хорошая вообще смотрите у меня фрегат на 7 клеток бегу все-таки наверно маяк построен великий потому что так они изначально на 5 клеток плюс 1 маяк и плюс 1 мореплавание то есть это явно я где-то маяк построен кстати ни одного города государства в союзниках у египта нету так помню войну объявлял сахарок обработаем вот там коляской бегает это не очень приятно надо бы мне все-таки вывести какие-то юниты и и ловить сейчас как раз и думаю по хорошему то надо либо и рыцаря и кавалерию возвращать хотя хотя бы рыцари так это во сколько мы будем играть наверное до конца смогу сэйвом завтра доиграем тогда давайте договоримся сразу видите сколько ты чувствуешь наверно давайте до трех не просто завтра надо съездить кое-куда по делам до трех ночи сырайте играли до трех ночи до но там тогда вечером часов мысли в понедельник я не могу да вот вот такие вот сложности с доигровками поэтому сразу играть давайте решим тогда сразу или когда будем решать вообще даже вечером в 9 10 нет для меня задрала это софия давать мне сам три бушеты банковское дело денежки будем банки строить иду в экономику что там тоже хорошие бонус во-первых мельница на производство во-вторых всякие дополнительные штуки когда открываешь экономику плюс еще к золоту тоже будет идти так ну что все у меня нет вон еще два фрегата следующим ходом построиться это уже будет все да чё ты вообще продать забыл честно говоря вообще то есть не ну конечно с другой стороны желательно юниты морские морские юниты египта побыстрее убить лёш так не принимаешь предложение ну я не знаю никому я не вижу тут смысл заключать мир с египтом то есть я не хочу чтобы он на море что-то делал понимаешь в чем делать сириус я просто не верю тебе что в течение следующей игры дальнейшей ты что-нибудь какую-нибудь фигню не провернешь очередной раз потому что когда мы играли в финале например ты просто постоянно ко мне приходил это дело учить оборону сейчас ты так ну и что что почему-то оборонка тогда тоже оборону заключал караваны часто и пришел фиг знает откуда ради лагеря теперь при потом приплыл три ремы прямо в них грабить караваны зачем мне это надо искал какие гэшки ты стоишь около моих границ ты прям к моим границ я же тебя не словил где-то в море и прямо около мига мол причем молча стоишь молча стоишь ничего не говоришь типа там и постоянно и так дальше будет постоянно это постоянно происходит потому что я не было злого умысла ну я я не понимаю почему я тут ему не верю вообще то есть ну зачем меня этот город очень сильно напрягает он при этом еще прямо пошел тоже в морские юниты да ты думаешь его возьму вообще когда там кто-то выходит в длинные мечи и будем выливать потому что я вижу что строишь фрегаты инженера под что-то держишь непонятно скорее всего тот же махал или фарфорку хочешь увести когда голландец конечно фарфоровый пак фарфоровая пагода она называется они башни фарфоровая фарфоровая пагода ну то есть и человек строит морские юниты в этом городе без остановки эти я им уже два убил то есть он четыре юнита там построил как минимум то есть он ничего кроме морских юнитов там походу не стану и там стены вон я вижу еще конечно а при сейчас не обратил внимание там сбоку от элефантин и тоже можно обстрелить то есть четырех клеток нутер тяжеловато он туда сверху проплыл то есть минут там еще этого парня ловить нет не проплыл он только плывет это я пытаюсь зону контроля сделать но честно говоря не очень удачная будет нет не обстреливается все-таки только с трех клеток ну тяжеловато у него там еще озеро видите за элефантиной имеется то есть он может там флот например копить ну там правда одна клетка похоже с другой стороны можно поближе подплыть посмотреть тоже гляз и строит но я не хотите объявить лёшу войну сами посчитайте мы играем с ядерным оружием если он возьмет мой город на море то то ему будет конкуренцию ставить мы ставим кто на него скинет бомбу него уже несчастье минус 2 если вы объявите ему войну а вы меняете наверняка снегу сам то его фрегата будет менее эффективно вот видишь а ты меня спрашиваешь зачем мне твой город захватывать ты уже планируешь из него меня ядерку кинет кому то что останавливаете в случае чего если допустим надо то только я могу допустим и так сделать да да только ты один у нас ара ты не будешь против себя сукатай обращу с рамочкой что может быть у меня тоже оттай в город так если новый сукатай это мне до новость так чё ара лигу не хотите в эту блюду понятно не объявят да я тоже не объявляю у меня тут блин постоянно я кстати не меняюсь ну либо ты меняешься с ним ну я там одним да меняю с лексом и все ну плюс у нас оборонка но они не объявят на самом деле не потому что оборонки а потому что у нас научный договор заключенный себя не объявляет войну то научный договор автоматически разорван и соответственно потеря денег получается ну и как бы а смысл ну знаете такие рассказы про то что только египет меня можно смотреть этим мышь не во первых у сиама есть морской город конкретно который был раньше мая 1000 до каких-то первых сериях вторых ник ничто не мешает когда-нибудь им поставить город где-нибудь опять же в другую сторону континента то есть как это делается в конце в пятерке ты ставишь город сразу там покупаешь атомную подводную лодку и идешь кидать ядерную ракету куда тебе надо это ну это это невозможно невозможно не дать сделать ты не можешь вообще весь океан контролировать а мне это элефантина как кость в горле то есть это не очень приятный город для моих караванов получается начнется там внутреннее море уплыл куда-то каравелкой ну не знаю вообще не очень приятно элефантину тремя фрегатами то есть мне могут каждый ход по фрегату щелкать на самом деле это не очень приятная ситуация я могу сказать что там ара прошлым ходом говорил что не меняется со мной сам у меня украл что-то а нет он пытался украсть не понял да у меня по ходу пытался украсть но убил так иду в химию это иду в химию потому что там производство для шахт только поэтому они потому что там воевать с кем-то там много производства будет я вот не помню просто 35 сил и города это сильно или или много или мало честно говоря уже реально подзабыл то интересные артефакты метод постоянно происходит видео ну по-моему цива была заточена под родионовские карточки и на nvidia иногда что-то такое бывало пятое имею ввиду эти боюсь подходить но там среди сам город потом арбалет потом глязь и еще один арбалет видите это тяжело это минус один дать наверно минус один фрегат будет в любом случае то есть это надо так подходить чтобы несколькими фрегатами сразу пытаться убивать то есть если убиваете фрегату заменять его нас вот куда у него тут делась коляска я даже не смотрел я же не убил по моему сейчас вообще может прибежать меня в тыл и гадить там всячески сириус постоянно как бы меня отвлекает типа рассказывать какие там другие но у меня понимаете монако вы не представляю как нет этой монакой конечно доплыть я буду упор на ходов 20 плыть чтобы его захватить обязательно если ты упорно вышел во фрегата чтобы брать моего города с восьми жителями значит по мне можешь туда приплыть тем более фрегат у тебя будет бесхозный потом если ты захвачешь мой город нет я пройдусь ими как раз дань соберу норм но к тому времени уже и линкоры нужны будут если я захочу монако захватывать не прав мне кажется сириус да и у нас всегда с францем есть такое замечательное средство как защитный пакт бегей то есть куда каравалка не убегай ну продал это чтобы я опыт не получал не бережешь ты свои юниты серьезно проверить что больше нету морских городов и по-скотски обращаешься еще один ну слушайте но это много уже у него там я бы честно говоря уже сейчас не лес я не помню конечно как я воевал но тут только три клетки с которых обстреливается город 35 сила это не означает что ты там с двух тычков заберешь то есть я буду терять юниты у меня только 7 фрегатов максимум может да вот наверное знаете что мне надо вот заходить в тыл и убивать его этот да да вот правильно сейчас да отлично о все минус коляс да так это хорошо это хорошо но среди там куча арбалетов с другой стороны ну это не страшно это но смотрите он одним арбалетом и выстрелом одного арбалета и одного гляца мне половину здоровья у фрегата снял значит что если я туда влажу то корабли будут щелкаться там у него много арбалетов стоит на это это тяжело брать не знаю конечно по хорошему надо договариваться но вот вы верите в то что сервис не нарушит свое договор если мы договоримся меня меня только устроит если он не будет вообще корабли никакие строить у него вот город стоит но он корабли в нем не строит ну и чё как тебе инфантино классный город норм целых восемь жителей обалдеть я настругаю сейчас флот приплыву так дело ну я не знаю я не боюсь что у нас ругает флот и приплывет на меня он не может он просто не может одним городом это естественное о еще один еще один остров вообще это частенько когда карфаген в игре у него рядом могут вот такие всякие острова еще создаваться просто в принципе вопрос того что у него он может строить флот и у него буквально три хода чтобы от него приплыть к моим городам и при какой-то любой проблеме он просто мне все мои караваны грабит я думаю вы вдвоем и догадаетесь продлить дальше поскольку лидерство уже карфагена не вызывает сомнений буду в этой игре просто умилят обеспит молчать и слушать как вы друг другу бред в уши страниц я ничего не буду говорить о да я оставляю сириусом я что-то кажется что тут люди понимающие даже не буду стараться особо но я до сих пор уверен что если бы я не убеждал и на тебя напали ты бы всех поимел ну кстати да ну как бы я полностью прав оказался по-хорошему я тебе более того скажу и ты не прав что типа я вот мы с австрийцем реально в один ход вышли в деталь и он проиграл только потому что он не догадался купить ее мне кажется там ты что-то на это самое на трамоте я видел ты забываешь что у австрийца плюс 25 процентов к великим людям плюс два то есть он реально просто скупил считай ученых в конце игры и догнал но у тебя-то должна была быть техно инженера у меня не было инженеров понимаешь у меня в этом проблема что меня не было за всю игру ни одного инженера у меня веры не было мне даже с верой его невозможно было купить какие-то так не бывает я накопил по моему 127 что ли все какие-то прошлые игры обсуждаем моя ошибка но у меня были другие приоритеты какая моя ошибка если я победил ну какая моя ошибка чувак ты неправильно победил ты вот чат ты не очень как бы качественно надо нежнее было вот так ну не знаю не берется тут или фантина не выглядит так что это можно взять какие-то дороги строит я даже наверно не буду его захватывать буду просто твои юниты там убивать и все какой жесткий ну и зам я считаю что эту ситуацию египтянин сам себе привез своей не негибкой дипломатии то есть я прибежал коляска могу все что угодно делать у тебя вся в тылу вот о чем с ним договариваться мне кажется я не очень правильно поставил этот кампус вообще это не кампус называется я уже забыл какие-то тут называются да слушайте тут еще целый остров еще с руинками прямо еще сюда надо плыть все собирать фигаси здесь интересно зачем я капер построил я придумал я буду прокачивать фрегаты на тебе во отлично я построю крепости и уже ты никогда не важен что нет только не это пожалуйста серьезно ну серьезно я считаю это не честно если он крепости стоит вообще чего он отбивает этот защищает защита города я тебе город не отдам тут видите у нас опять договор тут в пятой цивис такая фигня под названием фаст клик она правда и в шестой есть но в пятой до загрузки хода можно было хоть всеми юнитами походить и у тебя ну еще еще до начала хода можешь убить юниты сопернику так у нас договор что до прогрузки хода ты можешь только одним юнитом выходить это собственно заметно то есть я до начала хода как бы обстрелял арбалет поставил чтоб фрегат обстрелял и как только я увидел что он одним юнитом уже обстрелялся тогда я сразу и вторым обстреливаю это собственный соперник видит нормально это нормально регулируют игру эээ рыцари эээ чё началось вот сейчас нечестно пошло боже он привел армию через через всю карту все равно ко мне пятером но мой бедный город честно я тут если что так ну мне что-то делать надо где именно ты ну понятно у меня захватить не может такой армии но клетки мне порушить а разрушение клеток дает деньги очень очень даже может поэтому надо что-то делать арабы ты большой большой гигант первое место по территориям знаешь только все для ни одного серьезно что всю территорию ары видишь а у тебя у нее тоже нет угадаю кого да да кто примет свободу и еще больше улетит по промке почему свободу голландцы зато дофига голландцы можно проголать на всю свою свободу прямо у меня как-то дофига холмов честно говоря мне кажется порядок а может даже и автократию кстати интересный вопрос что тут лучше принимать у меня для свободы как-то не очень не очень высокие города ну то есть немного жителей какой-то гипнотизер прям возьми свободу же гатлинги у египта не ну фрегатами это не берется но блокировать его его морские юниты вполне тут я арбалет скорее всего потеряю к сожалению обрядится не смогу нет очков не хватает опыта кто-то воюет звонку вером то там просит помощь ванку веру военной варвары убили а вот и фарфоровая погода я знал ты еще долго строил так ну я не знаю надо что-то надо тут но он пока еще реку эту переплык перри перепрыгнет то есть у меня хода 23 есть для юнитов гатлинги стреляют только в соседнюю клетку поэтому они на самом деле ну конечно если я буду лимфантин убрать вот прям вплотную то ну 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 против юнитов бери против юнитов что вот что я выбираю сейчас зачем зачем против морских я хочу взять прокачку против юнит да ну против наземных против наземных конечно же там у египтянина 1 2 морских юнита будет и все зачем мне против них прокачка с моими семью фрегатами ну не ругайся чё такое а угля нету ну придется с голландцем договариваться я еще туда не вышел тебя бить карта иду каравеллу чтобы засвечивать территорию интересно зачем я еще каравеллу делу ну да ну по крайней мере когда что должна обнаружить этот уголь вот эти наконец-то догадался дань пойти брать о 230 золото и среди там флоренция малака это все со всех надо взять это куча бабла просто потом по кругу а я не помню какое у них восстановление минус 5 чуть-чуть не хватает надо вот тот еще сверху фрегатик будет подвести очевидно его именно его не хватает для взятия полноценной дани закате не очень понимаю зачем я тут каравеллу еще хочу строить так смотрим если у меня уголь похоже тоже нету да ведь вот этого одного не хватало прийти не взял я дань до 230 отлично голосовать я предлагаю за себя я собираюсь ладно египет согласен я буду себя для посещал а я готов за кого-то из вас проголосовать вполне без вопросов конечно чтобы я давайте за египет кто то что предложил а египет свою религию ну нафиг голландец вот то что предложил грандиц мне нравится язык голландца вот тогда я за себя проголосую он предложил культура от чудес вот так выглядел конгресс в 5 циви тут кстати более логичный чем в 6 где рандомный грандиц углем поделишься слушать а где у меня уголь есть а вон кстати рядом с карфагеном есть все таки и он справа от гадаса тоже тут нету нифига конечно да можно в принципе было выкупится как-то выживать мне нужны какие-то гарантии после угля это защита а сейчас я еще кстати железо обработаю еще фрегатов смогу построить да да особенно ты сириус нападешь сейчас все свои арбалеты тут судорожно вокруг ливантины расставляя да норм почему судорожно ну я просто представляю как ты будешь другой конец карты перетаскивать чтобы напасть на голланд очень переживает его проблемы один я переживаю чудо в море как его найти как она может кто-то сориентировать но я могу я умею плавать выше лёша там грабузы есть плывик лёша караванчики пограбишь у него их так на две штуки лишних бегу как ты понимаешь я не очень этому рад буду чему что ты прикрываешь ко мне и у него ребята вы подумайте два каравана вообще два лишних каравана это это просто трындец вот если бы не было двух лишних караванов ребята вы думаете у человека биза пизанская башня и запретный город нет вы вдумайтесь просто ну вообще два лишних чудо два лишних каравана за счет того за счет них ты первый по промке вы вдумаетесь человек играет за египет вы вдумаетесь просто вдумаетесь у тебя ник на s начинается ты вдумайся просто в это реально какой-то трололо так золотой век закончился в очередной раз ну знаете из того что я вижу я очень плохо повторюсь опять же занимаюсь микроменеджментом горе и зря так рыцарем сюда прямо прямо в пикинера в лес и вообще надо это сиамский конь нормально сиамский конь можно терпеть надо бы ответь и все таки рыцарем что сейчас может проатаковать пикинером а потом коляской пикинер имеет бонус к силе против рыцарей это будет больно ну вот собственно что и ну вот о чем я и говорил да ну короче собранная дань из городов государства сейчас очень в тему мне тут помогает у меня было сразу собрать еще срагую как я говорил в молоку и ракузу еще заехать и собрать а здесь как-то бесплана играю вот не понимаешь что мне строить маяк кстати не построен в карфагене обожди да есть там там есть рыба так что маяк нужен маяк по моему дополнительную еду дает гатлинги ну не знаю все можно было бы проапгрейдить сначала метка лук вот этот например да конечно как насколько удобнее 6 цифр что ты сразу апгрейдишь в последний юнит они через это через арбалет а я развит мне кажется нам не больше нечего и вообще-то строить ну это это неправда так и чудес нету что прям нечего строить ну ладно на это эту серию закончу продолжение как всегда завтра а спонсоры могут прямо сейчас ее посмотреть напишите в комментариях ваши впечатления ну я вот чувствую что слишком мало занимаюсь менеджментом городов от меня четкое ощущение у меня должны города быть намного больше и выше особенно не столичные мало растут медленно хотя там не совсем прямо хорошая территория но тем не менее в любом случае спасибо что смотрите играйте умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока